я слушаю вторую часть, по-моему, или третью, вторую где-то там объясняешь, я уже несколько раз переслушал. Я уже даже, я сначала даже не понял, когда я переслушал, я говорю, а как я так не понял этого? Это же все очевидно видно. Уже сказали несколько раз, как так? Почему я сразу сказал вот это слово, фраза здесь, это? И я это даже с голосовым наговорил, это что сразу было понятно, что уже есть это сознание, я понимаю, но вопрос, одно дело, ты понимаешь сейчас умом, а другое дело, ты знаешь, когда тебя сажать и так вот через перед, а вот классный, вот абсолютно классный пример, тебя сажать, когда ты прыгаешь, первый раз, тебя сажать так, у тебя сзади в это веревочка, веревочка, это то, что ты мне сейчас говоришь, но оттолкнуться самому и выкинуть себя, это, блядь, невозможно, что бы ты ни говорила, пока ты первый раз не прыгнешь, то же самое, что ты с парашютом прыгаешь, когда ты с парашютом прыгаешь, это надо иметь силу воли, просто без мук, вот, я, например, не смогу прыгнуть, просто не смогу. Мне сложно тебя понять, потому что мне в первый раз не страшно, мне страшно во второй, в третий раз, а в первый раз нет. Я когда уже знаю, что будет, вот, мне страшно, я же не знаю. А в второй раз, что страшно, ты уже знаешь результат, какой смысл бояться? Потому что в первый раз, ты не знаешь результат, твой мозг любит придумывать хероту, что будет плохо, почему он не думает, что будет хорошо, это первое, а когда ты второй раз уже это прожил, ты знаешь, как там будет, что ты будешь лететь, и у тебя дыхалки не хватит, просто даже дышать не успеешь, надо продержаться хотя бы какое-то время, не дыша. Вот я разговаривал с Шваком вчера, мы ходили на 9 мая, ходили на Поклонную гору, и там фотографируют где-то вот сгоревшие танки Абрамсы, там Тигр стоит, Леопард стоит разорванный и так далее. И как раз разговор за это зашел, когда он прыгал, но он прыгал с инструктором с 4000. Он такой же, как я, здоровый, и он стоит, говорит, меня, говорит, из вертолета выкинуть не мог, а его инструктор меньше его по размеру. И он говорит, а я не могу выйти, я просто встал колом, закрыл проход, и все, а мы прыгали, говорит, третье или четвертое в паре. И я не могу себя заставить прыгнуть, хотя я знаю, что сзади меня инструктор, он дергает кольцо, но он не верит в это, и ты мозгу-то не объяснишь. Но когда он прыгнул, он говорит, меня как минут в секунду. Вообще, говорит, мы летели 45 секунд. 15 секунд с них, я не знал, как дышать. Просто, просто пиздно. Ты просто, говорит, даже не пынет. Ты такой вздых сперла все, ты не понимаешь, как дышать, потому что ты просто летишь, и за счет того, что сзади кто-то тебя держит, он балансирует, вот летишь, и тебе настолько хреново. Потом организм в этой ситуации мгновенно пытается перерасстраивать, он пытается выровнять организм. То есть, где-то в 20 секунде я стабилизировался. Нет, я научился дышать. И стал потихоньку осознавать, что все, я уже лечу. Пиздец уже как бы не... Ну как, он уже... Что мешает тебе сделать первый шаг, чтобы начать чувствовать любовь, радость, счастье? Я уже его делаю, и этот CDC, мы с тобой здесь сейчас. Осознавая это каждый день и делая действия, которых ты не видишь. Вот мы с тобой увидимся только час, а я каждый день утром встаю, и после того, как вот это все происходит, я включаю, слушаю то, что ты сказал. Я осмысливаю, понимаю, как мне эмоционально это сделать, потому что я в этом заинтересован. И я делаю это физически каждый день. Ну, представь... Ну, это... Для этого куча вариантов есть. Представить, что вот у тебя осталось два часа последних жизни. Ты будешь, блин, радоваться им, как не знаю кто. Либо горевать. Ну, если ты выбираешь в последние два часа горевать, ну, окей, твой выбор. Но можно и попробовать, и надышаться в последний момент хоть как-то. Тебе говорят, в последний момент типа не надышишься. Надышишься. Кстати, мы с тобой сейчас болтаем, а мне приходит смс-ка с Тинькофф Банком. Мне на счет откуда-то поступило 500 рублей, не знаю откуда. Что-то осознал. Ну, вот смотри, допустим, тебе приходит смс-ка завтра. Вот у тебя есть любимые, близкие люди, которых ты любишь, да? Придет смс-ка, что человек разбился насмерть. Друг какой-нибудь, самый близкий. Два чувства будет. Слава богу, блин. Отмучиться на этой планете вечной. Нет, главное то, что человек как бы зачем-то притянул в свою жизнь и исполнил это. Значит, хотел уйти. Ну, начинается. И здесь вопрос... Что за психоанализ начинается? Тебе будет плохо. И ты будешь думать. Чувствами не будет плохо. А голова будет работать по-другому. Да, так оно и будет. Чувствами будет хреново. Хорошо, давай не друг, пускай это будет мама. О, еще сложнее, потому что к маме много разных чувств. Мы уже с мамой с тобой работу провели, что это самый лучший учитель в твоей жизни был. И то твои мозги никак не могут дойти до этого. Но вот когда ты начнешь сейчас переводить себя на внутреннее состояние, ты все поймешь. Чему она тебя учила? И она уйдет, и ты скажешь, блин, какого хрена я не поговорил с ней перед смертью, не сказал, что люблю и так далее. Будешь жалеть? Я на эту тему уже думал. У меня несколько раз уже такая идея была. У меня в голове как бы кружится идея, что либо в Нижнем с ней встретиться, либо в Сочи ее привезти и побыть с ней неделю, пообщаться, поговорить. Классная идея. Классная идея. Просто вопрос, что мы потом жалеем о несделанном. То, что мы не жили, не чувствовали, не радовались, не проводили время вместе и так далее. То есть все душевные вещи, которые мы могли бы делать, мы оставляли на потом. Потому что вот надо было сначала себе, не знаю, заработать. Опять же, чтобы эти чувства почувствовать. Ну смотри, даже сейчас мы с тобой общаемся. У нас с тобой уже намного, ну как сказать, не знаю, как это объяснить. Намного комфортнее, намного понятнее на одном языке. Ну как бы есть четкое понимание осознания, есть вопрос, весь вопрос в реализации тоже вопроса нет. Потому что я это уже делаю. Мне просто, не то, что договориться со своим мозгом, а не знаю. Но осознание уже такое более глубокое приходит. Ну это, я тебе говорю, это все равно, что вот прыгнуть без парашюта в самолет. Ну вот у тебя будет сделка в понедельник, да? Ты говоришь, вот сжавшись, ты ее ждешь в нервном состоянии. Весь такой вот это. Просто как это помогает твоей сделке? Ну вот жался ты, ну вот, блин, нервничаешь. Как это тебе поможет? Ну никак. Ну и зачем ты это делаешь? Ну это вопрос ко всем зрителям, да? Переживайте вы за то, на что не можете повлиять, зачем? Ну не можете вы повлиять, зачем? Оставьте. Вот причем когда оставляете, да? Уже много раз было об этом проговорено. Когда все оставляете, оно быстро решается. Когда отпускаешь, да. А пока ты держишься эмоционально в стрессовой такой штуке, в борьбе, то эта бесконечная борьба только хуже становится. Когда ты отпускаешься, и когда тебе пофигу. Но потом самое главное, ты никого не винишь и не говоришь. Вот я там слышал, что надо ситуацию отпускать, что пофиг должно быть, и тогда оно свершится. А оно не свершилось. И начинают обвинять. Вот Нелли сказала, я поверил, я расслабился, а сделка не получилась. Ну получается, человек сам себя и меня обманывает из-за того, что он, значит, не отпустил, значит, он не расслабился. Если бы у него не получилось, и он действительно бы это отпустил, ему было бы пофиг, что оно не получилось. А тут нет, идет такое обвинение. Просто я говорю о том, что очень много людей так делают. Я не говорю про тебя. Ну то есть можно расслабиться, и она может не получиться. Но есть причины для этого. Расслабление – это как-то один такой маленький крючочек, который может помочь в решении вопроса. Это не стопроцентная гарантия, естественно. Но градус повышается к тому, что все решится наилучшим образом. Но когда мы себе говорим, у меня решится наилучшим образом, и просто наблюдаем, интересно понаблюдать, как это решится, но мы не говорим себе интересно понаблюдать, как это решится вот так вот, как я придумал себе, что она должна обязательно, сделка эта сотвориться. А я готов принять любые исходы, любые варианты Потому что если она разрушится, это тоже почему-то классный вариант Потому что именно благодаря этому разрушению я получу намного больше счастья И будет там какая-то сделка, какая-то более, ну, лучшая, большая и так далее А вот это вот бы помешало дальнейшему моему пути И приведёт в итоге меня потом к чему-то плохому Ну, к примеру, я же не знаю, как эта сделка может Короче, люди судят по самым вот этим первоначальным моментам Там может быть такой путь, вот такой вот, ну, например, там в гору надо разбираться А гора вот такая вот, да, и ты в ямку попал, и всё, типа, блин, жиры разрушены А то, что ты уже по полпути прошёл к какой-то вершине И эта ямка нужна была тебе вот обязательно, чтобы что-то там понять, какой-то опыт получить А мы таки всё, жизнь тлен, разрушена, и уже вверх не идём После первого какого-то разрушения Для этого я написала вся точка обзора, как смотреть на мир, который ты заучиваешь Я для этого тебе таблетку магическую скинула Это все шаблоны мышления, которые тебе мешают сейчас вот это делать, то, что я тебе говорю делать Отключиться от внешнего, переключиться на себя Просто выучить 60 дней, прослушивая аудио голосом вот эти вот шаблоны Когда ты на автомате начинаешь думать А мне интересно, как это будет, неважно, что будет Я знаю даже вот это разрушение только мне во благо То есть ты себе новую программу перепрограммируешь мозги Так это всё есть в таблетке, в 60 точках обзора Я тебе всё это скидывала Вот тебе практика Какой практике ещё может быть речь? Ну, 60 точек обзора, да Она была в переписке Эти 60 точек обзора ты выучиваешь Либо в магической таблетке они есть Просто в новом виде написанные Как реагировать при любой ситуации на подсознание автоматически мозг Как ему реагировать То есть тебе даже думать об этом не нужно Тебе надо выучить Это просто как таблицу дважды два Ты же не думаешь, когда решаешь какой-то пример Или когда ты пишешь слова, ты же не думаешь, какую букву написать В какой слогу поставить Ты просто пишешь, это автоматом Ну так вот в этой магической таблетке у тебя то же самое Все эти шаблоны разобраны тебе в плюс Как раз таки те, которые тебе все эти чувства дают Они разобраны, и ты просто на автомате вот именно так думаешь И именно когда ты так думаешь, у тебя такие чувства и появляются Все вот идеально Ты счастлив и так Просто ты не знаешь, что ты счастлив Потому что тебе мешает что-то увидеть, что ты счастлив Нужно убрать, что тебе мешает твоему счастью И счастье будет автоматически То есть его не надо искать, как чувствовать счастье Не надо искать, как чувствовать любовь Надо просто убрать, что мешает чувствовать любовь не надо искать как чувствовать радость надо просто убрать что мешает чувствовать радость это вообще семилетней давности моя база просто во всех эфирах не надо чувствовать искать как почувствовать душевное спокойствие надо убрать что мешает чувствовать это душевное спокойствие а это шаблоны мышления мешают которые надо поработать все но это очень просто опять же ну когда сложно потому что ни один человек мира до этого еще пока не додумался и так не делает вот я додумалась я вам показываю сейчас я найду чего ты ищешь в переписке с тобой да сейчас ты нищий я тебе скидывала уже давно надо было на аудио записать и слушать каждый день как мантра но это ладно потом найдешь тебе надо подумать порассуждать о чем я беспокоюсь почему я беспокоюсь что мне дает это беспокойство что за ним стоит что будет самое наихудшее если там допустим это произойдет что дальше а дальше а дальше каждый раз когда ты задаешь себе вопрос а что дальше ты понимаешь что я не дальше нету просто придумал бессмысленную то есть доводишь до абсурда трансформируя шаблон что он просто придуманный не в какую почву под собой не имеет допустим много вариантов как трансформировать шаблоны вы с тобой разбирали мы доводим до абсурда ситуации вот эти вот каждый шаблон до абсурда доводим в целое соединяем и до абсурда доводим да и применение еще находим и последствия до абсурда доводим вот например ты хочешь богатый чтобы что чтобы летать по миру но ответишь ты по миру что дальше дальше а дальше а дальше ну это каждый ответ и ты задавай себе дальше и ты поймешь что ну смысла вообще вы там нету в итоге они все приводят к чуваку который лежал под пальмой пил вино и ничего не делал ну или там кокос а все богатые люди всю жизнь трудились чтобы полежать с ним рядом чтобы найти время в отпуске и найти возможности ничего не делать и просто лежать под пальмой как этот бомж да то есть когда тебе естественно быть радостным от каждой минуты жизни просто осознать что ничего ценнее твоего твоей жизни и глотка воздуха нету попробуй себе пережать горло и попробую почувствовать удушье и что у тебя одно единственное желание вздохнуть и один вдох ну или выдохнуть задержи дыхание и что это важнее денег и что это дыхание нужно поддерживать постоянно то что нужно все сделать чтобы это дыхание у тебя продолжалось долго и чтобы она продолжалась данном максимально надо беречь там свои органы к примеру которые ломаются от мусора и стресса здоровье это в основном психологическая тема это психосоматика вся а психосоматика это нету чувства любви радости счастья а испытываем то от чего бежим ну то есть опять же работа с головой но когда ты будешь чувствовать все что тебе дают деньги они перестанут у тебя маячить как морковка перед головой тебе будет все равно на них уж ты естественно и так счастлив тебе и так хорошо жизнь хоть сегодня я хочу в лесу гуляю завтра хочу сижу в каком-нибудь там красивом другом месте сегодня на природе просто в палатке живу завтра это пятизвездочная гостиница мне пофиг вообще где быть и везде счастлив не везде хорошо и это автоматически будет картинкой кино вовне складываться так как тебе надо ты от всего начнешь испытывать счастье теперь станет это беспокоить когда нет вот этого беспокойства то ну нет проблем вот этих а их действительно нету но они у тебя всегда будут потому что ты их специально ищешь самолете уже ноги выложил так сижу с парашютом и меня просто я просто пытаюсь раскачивать и пытаюсь выкинуть себя из этого самолета чтобы почувствовать этот первый прыжок почему ты боишься начать чувствовать любовь вопрос у тебя сейчас ощущение страх любви страх счастья страх радости чудо в этом дело привязка в другом что ну что я получив удовольствие счастье не знаю получив там я все поняла стой все стой я мысль потеряю я тебе поняла что ты хочешь сказать не даже говорить не надо ну вот считывается все тебе не надо от внешнего отказываться это произойдет само собой должен как ну то есть у меня внутри такой не то что страх из чего ты взял что тебе надо отказываться ты просто сам не захочешь я тебе не говорил отказываться тебе каждый раз говорю ты идешь и делаешь свои бизнесы зарабатываешь бабки как и зарабатывал ты ничего вовне не меняешь вообще ты как зарабатывал деньги ты чего боишься ты чуть не могу понять эти печали лишить денег что ли пытаюсь или что нет 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 я тебе говорю сначала разреши себе быть счастливым разреши себе любви и счастья радости и испытывай это и тебе не захочется покупать этого в ней тебе самому пофиг будет на все то есть ты не будешь от чего отказываться она автоматически просто перестанет тобой хотеться это пройдет само собой зачем отказываться от чего-то вот не надо мы ничего не отказываться это как у курящих людей книга курение кстати нужно для чтения всем не курящим тоже потому что там как раз таки весь смысл люди боятся бросить курить потому что они думают что они откажутся от друзей от счастья от радости от спокойствия то есть они постоянно будут потом в стрессе то есть сигарета им заменила общение отдых ну перекур уход от работы сделать мини отдых помогает думать помогает расслабиться они думают что они лишатся теперь мозгов думание расслабление и так далее вот но когда они поймут и и каждый вот этот шаблон который они навесили на сигарету подумают и решать что на самом деле сигарета как раз таки наоборот отбирает у них вот эти мозги отбирает расслабление не дай все думаешь он отдает расслабление самом деле она отбирает каждая сигарета вызывает сильнейший стресс у человека. И человек начинает стрессовать еще больше с каждой затяжкой. А человек думает, что он курит и расслабляется наоборот. Да, на 2 секунды, да. Первое. Все остальное только идет в такой большой всплеск напряга. В теле прям все вот так вот колом становится. У тебя то же самое. Ты почему-то думаешь, что если ты начнешь испытывать счастье, радость, любовь и так далее, и перестанешь гнаться за внешними, какими-то покупками того, чего в тебе вот и так внутри будет, тебе кажется, что ты лишаешь себя этого. Да ты ничего не лишаешься. Наоборот, приобретаешь. Как с этой сигаретой. У тебя мозг боится лишиться. Боится лишиться чего? Внешние гонки за деньгами. Причем, когда мы тебе говорим, ты начнешь, когда испытывать любовь, счастье и радость, эти деньги у тебя будут, да, умноженные, там, не знаю, на миллиард от того, что сейчас, в данный момент, ты имеешь. Ну, как бы, у тебя только прибавится, а ты чего, я не пойму. Ты-то такой наоборот. Типа, я лишусь их, если я от них откажусь. Никто не говорит тебе от них отказываться. Тебе говорят то, что ты цель должен поставить, только одну единственную научиться, ну, быть счастливым. Сюда входит любовь, радость. Короче, я прыгну в самолет, Влад. Ну, надо же, ты было сделать шаг. Я его сделал. Я прыгну в самолет. У тебя такое впечатление, да, как будто ты от всего сейчас отказываешься. От мирской жизни отказываешься. Или от какой? Не мирской, наоборот. От людской. Как будто ты лишаешь себя жизни. То есть, если я сейчас откажусь от внешних желаний, я лишу себя жизни. Да ты, наоборот, себе дашь. То есть, тебе надо разрешить жить, именно жить. А сейчас ты не живешь. Тебя даже сейчас, ну, как бы, здесь сейчас часто нету. Я гонюсь за внешними желаниями, чтобы получить, да, еще раз, чтобы получить то, что я хочу тебе дать бесплатно. И с бесконечного источника. С бесконечного. Цепочка у меня уже срозлась, все. В голове цепочка уже встала. Вот сама цепочка, все, встала. Теперь у меня дальше вопрос, как ты сказал, эмоциональные привязки. Что я ничего не лишаюсь, просто надо сделать шаг, ну, просто дать себе эти чувства, ну, как бы сказать, хорошо, разрешить себе, чувствовать вот так. Это сейчас, прямо сейчас. Ничего никуда не откладывая, а сейчас, прямо в моменте, давать себе все эти чувства, эйфория и всего остального, получать это сейчас. Без привязки к любой момент. Без привязки к какому-то результату. Либо там деньги, еще что-то. Просто сейчас, вот так. И тогда, не лишая себе ничего. Смотри, любая привязка тебе давала искусственную, не настоящую, там, любовь, счастье, радость. Это было искусственное. Потому что ты как не чувствовал, так и не чувствовал. А тебе предлагается настоящая радость, настоящая любовь, настоящее счастье. А оно не может существовать с привязками. Оно как бы само априори есть. Ну, вот смотри, мне радостно, просто вот мне радостно. И любая привязка, куда бы я ни посмотрела, меня будет радовать. Но если мне внутри не радостно, то я ищу, что меня сейчас порадует букет цветов, меня порадует новое платье, меня порадует комплимент, меня порадует еще что-то. Но это мне не даст ни любви, ни счастья, ни радости настоящей. И энергию, оно мою не сгенерирует. Мне жизненную. Я расплачиваюсь только за это. Ну, то есть, как бы моя энергия уходит на эту привязку. То есть, я не получаю, я отдаю. То есть, любой твой заработок, он просто умножается в 10 раз, ну, отбираясь у тебя. Ну, то есть, как бы ты каждый раз, идя к любой проблеме, решай эту проблему, увеличиваешь эту проблему. Все. Ну, это всегда так было. Борьба рождает только борьбу. Проблемы... Не надо решать проблему. Проблемы... При их решении только вырастают. Ну, то есть, у тебя есть мнимое решение на первом плане. А то, что за пределами тебя находится, ты пока не видишь. Но оно тебе по голове дает. И ты такой, идешь, идешь, блин, все труднее и труднее. Потом уже через болото, пока тебя не засосет. И все, и тебя нет, ты захлебнулся. Но вопрос просто, я не пойму, в чем сейчас стоит у тебя. Сейчас уже нет. Сейчас просто идет процесс, пока ты, ну, как бы, вот ты сейчас все разжевываешь, разжевываешь, разжевываешь. Процесс идет осознание и схлопывание. То есть, одна, ну, как одна дуга схлопнула, все уже, в голове она схлопнет. Чем больше ты говоришь, схлопывается другое. Ну, что-то отстреливается, да, привязки отстреливаются, и какая-то выстраивается новая логическая цепочка в голове, как это все, как бы, вот, ну, устроено сделать, чувствовать и так далее. А что-то отстреливается, вот и все. Ну, эмоционально, оно уже, ну, по-другому, состояние другое. Ну, все, значит, переходим ко второму этапу. Найти внутри себя эти чувства. Для этого делаем список шаблонов и трансформируем их. Ну, переходим к практике с теорией. Ну, давай. Либо дочитываем, и потом переходим. Хочешь, давай дочитаем. Ты как чувствуешь? Ты стала в час, может, мы час-то уже пробыли. Не, мне надо уже идти, я имею в виду не сейчас, а вообще, говорю, в целом на следующих занятиях. Можем дочитать вот быстренько и не сильно мусоле опять одно и то же, потому что из эфира в эфир, ну, по сути, мы одно и то же обсуждаем. Ничего вообще нового я пока для себя не открыла, хотя я прихожу эфиры, чтобы что-то новое для себя открыть. Ну, походу, до меня что-то не доходит, раз ты мне такое транслируешь. Я не пойму, что. Какого хрена? Ну, у меня сейчас все всплеснуло. Ну, все память... Ну, опять-таки, у меня произошло вот это схлопывание логическое, и у меня сейчас, ну, я понимаю, что мне... Я сейчас, допустим, сегодня так похожу с теми чувствами, которые есть, завтра я еще раз с утра прослушаю то, что сегодня было. И у меня, скорее всего, так происходит осознание. Каждый день я прослушаю, опа, прослушаю, опа, вот ответ, вот ответ, вот ответ. Мне становится все лучше, лучше, лучше. Я надеюсь, что сейчас ты отпустишь ситуацию, и тебе станет все равно на это кино. И ты сейчас себе скажешь вся точка обзора почитай. Я не знаю как, но мне интересно, как все сложится. И что бы ни сложилось, это будет самым наилучшим для меня вариантом. Например, сделка произойдет в понедельник, отлично, ну, значит, так мне нужно. А если она разрушится, это еще лучше, потому что именно из-за этого разрушения я что-то получу больше, лучше, круче. Ну, это просто какая-то ступенька. То есть ты должен быть спокоен при любом раскладе и должен заранее уже знать, что если не получится, это не хуже, чем получится. Выдохни и скажи себе так. Ну, и ты должен понять это, блин. Ты еще раз себе объясни, почему, если сделка не получится, и ты смирился, что, ну, окей, она может не получиться. Почему именно это и есть наилучший для тебя вариант? ты просто не знаешь, ну, как бы ты видишь дома, ну, как бы все, что в твоей комнате, а вот за стенками ты просто не видишь на улице, там, что происходит. То есть ты дальше не видишь. Твоя стенка, то, что там разрушилась, ты просто не видишь дальше, какие там стоят миллиарды. ты не видишь. Вот если бы ты насильно прогнул ситуацию, она там для идеальных вариантов должна быть разрушена, ты прогибаешь ситуацию, ты заставляешь всех участников прогнуться и себя прогнул насильно и сделал эту сделку, да, а потом в итоге эта сделка прогорает и все уходят в такие минуса, что просто пипец и еще кто-то недовольный пошел потом отстрелил тебе ногу, ну, или еще какие-то места, только потому, что вот ты прогнул ситуацию, ты дальше не видишь, что произойдет. Но ты должен понимать, если ты будешь в напряге прогибать ситуацию, будет хуже, а если ты смиришься с любым положением вещей, потому что ты не можешь ничего знать дальше, это будет самый наилучший для тебя вариант, как бы они не разворачивались, потому что ты творец и ты все тупкие эволюции уже проживаешь, прожил там во всех параллельных реальностях. И сейчас в осознанном состоянии ты живешь только одну реальность, которая единственное имеет выход, да, дальше продолжения жизни. Посмотри квантовое бессмертие видео короткое, я тебе, по-моему, показывала. Ок. Что ок. просто радуйся от того, насколько ты творец, ты сотворишь, просто охереть, какие чудеса. Вот. Это уже не может не радовать, это должно уже приносить тебе счастье. Ты любишь любые свои, ну, любовь – это проявление любви к всем темным вещам, непонятным, страшным, каким там еще, да, ко всем своим чувствам, проявлениям, потому что все, что вокруг творится, это твое проявление, продолжение тебя, то есть молекулы на коже не заканчиваются твои, они продолжаются во всем. Ты огромное-огромное тело, пока создаешься клеточкой, вот, хотя ты просто, ты тело большое. Так вот, все, что вокруг будет твориться, ты просто представь, ты творец, причина в тебе, и ты какие красивые вещи творишь, ничего плохого ты сотворить все равно в себе не можешь, и это уже, принимая это, ты это любишь. Ну то есть, это есть уже проявление твоей любви и это есть любовь, которую ты будешь испытывать. Причем, когда ты это осознаешь и понимаешь, что это любовь, ты испытываешь еще это все физиологически. Ну то есть, через ум мы заходим в чувства. Ты просто это представляешь и понимаешь глубоко, да, кто ты. Когда ты понимаешь, кто ты, ты можешь любить ну если я творец то я могу любить все могу любить все темное непонятное это что я не любил долюбливаешь этот процесс любви и происходит долюбить недолюбленное то есть ты разрушение недолюбливаешь сейчас а ты полюби разрушение бизнеса вот полюби что вот сделка разрушится то есть прояви этот акт любви ты его упорно не хочешь проявлять и кайфа не от того блин как это объяснить блин не сложно о твоей любви у меня своя просто от этого осознания вселенского масштаба нихрена себе я блин творец какой да я могу полюбить даже то что я разрушаю неужели ты от этого кайф не испытываешь представив это хочу разрушил хочу не разрушил так зависла у меня телеграм не выдерживает такие речи факт ладно ребят спасибо большое будем продолжать на следующих встречах а то сейчас сергею просто мозг вырубим очень интересные темы и однако сложные пока до встречи